Бывший активный прыгун, что в принципе славянцы говорят планица на самом деле, но будем пытаться как-то переначать себя. В конце концов привыкли же к тому, что трамплин летальница, а не великанка, так что привыкнем постепенно и к этому. Наверное, в общем, суть состоит в том, что Грегор Шлиренсауэр очень хочет и, кроме того, небеспочвенно желает побить рекорд мира. И если он на этом трамплине прыгает на 143, то на 243 почему бы не пролететь на летальнице. Итак, друзья, телеканал Евроспорт вместе с режиссером Дмитрием Кузьминым и комментатором Сергеем Курдюковым приглашают вас вот сюда, на олимпийский трамплин Лиллехаммера, где сейчас начнется первая попытка, надеюсь, не только начнется, но и завершится, завершится рядом прекрасных достижений, продолжится, соответственно, северное турне, ну и продолжится Кубок Мира, который вошел уже в свою завершающую стадию и продолжим мы наблюдать и болеть, в том числе и за своих, потому что пополнился стартовый протокол сегодня, подъехали россияне после чемпионата страны и, в общем, вполне закономерно расположились в группе сильнейших Корнилов и Васильев, будут прыгать 31-м и 33-м соответственно, но, к сожалению, не всем повезло отобраться в основные соревнования, например, к сожалению, сбился Илья Росляков, 104 с половиной всего-навсего был его прыжок и этого не хватило, хотя, в принципе, еще бы чуть-чуть подальше и прошел бы в следующий раунд, как это, допустим, сделал Николай Карпенко, который тоже был в опасной зоне, но 107 с половиной казахстанцу хватило для того, чтобы продолжить сражение. Что же касается результатов квалификации, то не очень-очень многообещающий, потому что и Моргер улетел под 140 метров, и Адам Малыш, который уже третий раз подряд выигрывает квалификацию среди несеянных спортсменов, это его поклонники, вы, разумеется, сразу узнаете их, так сказать, по прикиду. 135 прыгнул Малыш с очень хорошими техническими баллами, 19-18 с половиной, и вторым за ним был Мартин Кох, 132 метра, 3 метра, соответственно, разницы, да плюс еще и разброд в оценках у Мартина. Третьим был Бюстоль, мы же не зря говорили о том, что Ларс в очень хорошей готовности и, собственно, уже по предыдущему этапу заключили, что он вполне конкурентоспособен. Ну и норвежцы, естественно, пришли смотреть на то, как он будет добиваться больших результатов. Итак, последние мгновения перед первой попыткой, но это импровизированные трибуны, то, что вы видели сейчас, а есть гораздо более комфортные, которые вообще заполнены до отказа. Шестые ворота, как и в квалификации, но, собственно говоря, квалификация прошла совсем недавно. Вот Бюстоль, один из героев минувшего этапа, один из, так сказать, возвращенцев, потому что действительно его возвращение впечатлило весьма. Бердаль плюс Каенковский, победный дуэт норвежской сборной, правда, не всегда побеждающий. Австрийцев сейчас трудно превзойти, это нужно признать. Ну а тем временем мы напоминаем вам о том, что по результатам квалификации был показан ряд интересных результатов. Например, Хильда улетел за 130, Шлири улетел за 140, 143 и новый рекорд трамплина 137, у Моргенштерна 135, у Адама Малыша за 130 еще и прыжок у Мартина Коха. Но нельзя сказать, что все были, во-первых, в одинаковых условиях, это тоже неверно было бы, а во-вторых, все-таки разрыв в уровне выполненных прыжков довольно ощутимый. То есть есть несколько человек, которые за 130 улетели, есть человек, который вообще прогулял квалификацию, Иоанна Ахунын, надеемся, что это не связано с его нездоровьем, пока информации у меня никакой нет. Вроде бы перед замечательным выступлением накануне он поболел, но потом восстановился, и последний этап, как вы помните, он наконец-то покорил. Ну а никого, естественно, не удивляет, что коль скоро мы находимся на родине прыжков на лыжах с трамплина, то, соответственно, несколько человек входит в национальную группу. Эльверум только что соревновался на чемпионате мира среди юниоров. Достаточно высокая траектория, но в целом преодолено достаточно небольшое расстояние. В 88-мого года этот прыгун Кеннет Гангас. Кстати, послушаем ведущего, как же все-таки этого Кеннета-то правильно произносить, потому что в Польше мы так и не научились этого правильного произношения. Да, если бы была французская фамилия, это бы было проще произнести. В шестерку сильнейших попал он на чемпионате мира среди юниоров, который прошел не без приключений, как вы помните. Сложности были и технические, и погодные вообще, едва преодолимые. 111 метров. Ну, судя по всему, и ведущий произносит его, как Гангас. Так и будет, наверное, правильно. Первый. Тоже избегает, кстати, говорит произношения, потому что говорит Кеннет, не говорит фамилию. Ну, бог с ним. В принципе, с таким результатом, конечно, есть какие-то шансы пробиться и дальше, но не очень хорошие. Йохан Эрикссон. Чуть улучшилась форма у него в последнее время. Вы, наверное, обратили на это внимание, собственно говоря, по предыдущему этапу. Кукар Мира, 23-летний швед, сумел, наконец-то, добраться до группы сильнейших. Копио финишировал 32-м. И продолжил набирать очки. Собственно говоря, в северном турне он занимает сейчас 29-ю позицию. 32-й и 30-й, соответственно, в предыдущих двух стартах. Ну, в общем, зачете Кубка Мира только одно очко за вот это самое 30-е место, потому что... И поэтому он только в 84-м идет сейчас в общем зачете. Юсиха у Томяки. Первую попытку, вы помните, в Копио на родном трамплине. Неплохо получилось у него отпрыгать одну попытку, но за этим не последовало развитие, к сожалению. Но, тем не менее, что он попадает в основные соревнования. И снова неплохой прыжок. Напоминаем, что Копоэд находится на расстоянии 123-х метров, и почти до него он добрался. Улучшается, улучшается форма у старшего брата знаменитого Массы. И по итогам одной из попыток в Копио он сумел пробиться в тридцатку сильнейших, финиширов в 26-м. Поначалу даже опережал Мати, но потом Мати Хаутамяки все-таки поменялся с ними местами. Произошла братская рокировка. И нам, в принципе, такое видеть гораздо более привычно было, чем то, что Юси опережает Мати. Это говорило только о том, что Мати уж совсем не кудышные формулы. Андрес Орон. Неплохие результаты в континентальном кубке у него в этом сезоне. Очень коротко. Очень коротко. И, я думаю, уж не малейших шансов пробиться в следующую стадию соревнований, если только путем перепрыжки. Но пока, в общем, к этому не идет. Все происходит достаточно стабильно. 101,5. Бог ты мой. Конечно, для такого трамплина просто-напросто не результат. Ну, а теперь чемпион мира среди юниоров, как-никак. Теперь мы гораздо более громко представляем Андреаса Ванка. Это воспитанника-невоспитанника, но, по крайней мере, в последнее время курируемого знаменитым австрийцем Хайнсом Кюттином, который немало и плодотворно поработал с юниорами Польши, подготовил резерв, подготовил смену Малышу, но как-то вот, как только он оттуда исчез, так сразу у них появились некоторые проблемы со стабильностью. Ну, а он, Кюттин, работает теперь и как базовый тренер, и как тренер юниорской сборной Германии. Но вы понимаете, юниорский, даже чемпионат мира, это все-таки юниорский старт. И здесь, конечно, потряхивает среди сильнейших, и в целом Андреас Ванк, звезд с неба, пока не хватает. Лучшие старты были у него в Вальдефьеме, где он был заявлен в качестве своеобразного вайлдкардовца, где добился хорошего результата 20-й позиции, но за счет одной единственной попытки. Антонин Хаек, тоже, кстати говоря, вершиной сезона, у него был старт в Вальдефьеме после травмы. Неплохо, достойно, и туда куда-то, примерно куда Юсихау Томяки. 117,5, чуть покороче. Как качество. Достаточно агрессивный стиль, смелый. Смотрите, уже практически на одну линию нос с лыжами. И в результате вторая позиция при очень неплохих оценках, а лидировать все-таки продолжает Юсихау Томяки. Дождутся ли, наконец, вместо достойного для Адама Малыша эти замечательные болельщицы? Пора бы, конечно. Потому что пока он выглядит чемпионом северного турнира по квалификациям. Николай Карпенко под 91 км в час неплохая была скорость разгона. Но на этом его, скажем, лилихамерский марафон, скорее всего, завершен. 104,5. Набирал очки в несколько раз уже в этом сезоне Николай Карпенко. 26-летний алматинец. Обрел достаточный международный опыт. Два года уже бывает в очках. В прошлом сезоне очень неплохо выступил в Гармише, попав вообще даже в двадцатку сильнейших. Прорывы бывают, пока не бывает стабильности. Но это дело наживное, в конце концов. Не так давно он выступает все же на таком уровне. Фумихиша Юмото. Лучшие результаты, естественно, в Саппоро. На родном трамплине дважды он попал в 25 лучших. Ну и в Кусама. Тоже потихоньку что-то прорезалось. Смотрим. Тоже коротко. Ощущение, что ветер не очень-то помогает сегодня участникам. В данный момент, по крайней мере, во время проведения этой попытки. Достаточно нормальное приземление. Так особого большого брака нет, но вряд ли он был в финале. Ну что ж, на волне успехов Копио. Он почти повторил свой личный рекорд ради Кожапаров. Если вы помните, в прошлом году был одиннадцатым там же в Копио. А в Лилихаммере, кстати говоря, таких результатов не добивался. Но добивался зато в Освоб соседнем. По европейским меркам я имею в виду. Особенно по нашим меркам. Расстояние небольшое. Поборолся. И, в принципе, на фоне всех остальных выглядит неплохо. 114 метров это не предел мечтания, естественно, для лидера сборной Казахстана. Но, тем не менее, и не капитуляция. Так что шанс есть. Придется, конечно, подождать. Ждал он вот так и во время предыдущего старта в Копио. Как вы помните, дважды прыгали. Один из стартов заменял Лахтинский. И во втором не столь удачлив был Радик. Не попал во вторую попытку. Тридцать четвертое место занял. Хотя, в общем, был очень-очень близок к тому, чтобы попасть снова в финал. Сейчас пожимает плечами. Трудно сказать. Сумеет что-то сделать или нет. Ландер. Гуидо нерегулярно в последнее время появлялся по каким-то причинам. В нормальной форме находится Гуидо. И, в принципе, где-то на 119,5. Отлично, отлично. Это практически рядом с Хаутамяки. Многое зависит от техники. Отталкивание, в принципе, у Юсиха у Хаутамяки было получше. Воздушная фаза хороша. И приземление тоже очень аккуратное. Явно не к чему было придираться вообще на самом деле. И можно было бы оценки повыше поставить. Он недоволен то ли собой, то ли судейской несправедливостью. Возможно, рассчитывал все-таки на большее. Порек Седлак. 26 лет этому чеху. Все никак не пробьется в мировую элиту. Хотя, в принципе, попытки эти начались аж в 2001 году. Не исключено, что на этом пути была какая-то травма. Потому что он исчез из списков участников Кубка Мира до 2004 года. С другой стороны, выступал на континентальном. То ли это соответствовало его, действительно, подготовленности на тот момент. То ли... Может быть, он вынужден был восстанавливаться через континентальные соревнования. Не знаю, но... Судя по тому, что регулярно выступал, скорее всего, все-таки был в добром здравии. Ян Матура. Ян Матура. Попытался оттолкнуться больше вперед, чем вверх. Но какая-то вот нерешительность, заминка была перед моментом отталкивания. Куда идти, как идти. И отталкивание получилось замазанным достаточно. Видите, он распрямляется сначала, потом отталкивает. Какое-то двойное движение такое получилось. Да, пока Матура и свои-то лучшие показатели не демонстрирует. Нерекордная форма. Лучший результат в родном Либерице, где он занял 15-е место. Следующий лидер сборной Италии, Себастьян Кулоредо, опять потихоньку набирает форму. Маячит где-то рядом с тридцаткой сильнейших. Очень мощное отталкивание, но больше вверх, чем вперед. Подпрыгнул, а не прыгнул на дальность. Прыжок скорее в высоту, чем в длину. Ну и какая-то определенная закрепощенность. Тем временем, судя по всему, ведущий демонстрирует свои полиглотские данные. Так, Пойнтнер, а сзади-то кто? Любопытно. Ну, заглядываем ненадолго мы за кулисы большого этого действия. И очень надеемся, что Ларс Блюстольф, тройки сильнейших среди всех несеянных, сегодня был во время квалификации, сохранит эту форму и далее. И смотрите, какое приветствие со стороны болельщикской аудитории. Это первый человек, который долетел до Капоинта. Хотя никаких эмоций не написано на лице. 128 у него было в квалификации. И хорошие оценки в районе 18-18,5. Здесь был аккуратный разгон, собранное отталкивание. Полет над великолепной олимпийской столицей 94-го года был показан соответствующим образом. НРК, что поделаешь, это все-таки люди, которые зимний спорт давно и удачно показывают. Это, естественно, он лидер и с хорошими оценками. Но Блюстоль, наверное, мечтает о прорыве. Выступив в Копио, он всех очень сильно обнадежил, потому что показал, что он может попадать и в десятку, и в 15 сильнейших стабильно. Но у него только пятый старт в этом году в Кубке мира. Петерко очень хорошо разогнался. Да толку-то из этого, к сожалению, никакого. Недавно демонстрировал неплохую форму в Копио. В Либерице тоже был среди 25 сильнейших. В Саппоро был 21-м. То есть регулярно попадает в число 30-ти лучших на этапах Кубка мира. Но это совершенно не соответствует его прежним заслугам. Может быть, что-то изменится. В Кланице. Но пока такое ощущение, что он еще и простужен, потому что как-то вот вдыхает достаточно натужно. Чуиду Шимото. Тройка сильнейших, лучших прыгунов на чемпионате мира среди юниоров, как вы помните. Ой, рассыпался. Рассыпался прыжок. Он старался все-таки дотянуть его. Очень сильно ушла правая лыжа. 114,5. Если бы было постабильнее положение тела в воздухе, мог бы еще метра три прибавить. А так на посадку пошел слишком рано. Но тем не менее, прыжок за 110 пока, по тому уровню, который мы с вами наблюдаем, прыжок за 110 может вполне дать шанс посоревноваться и в финале. Моргенштерн демонстрирует великолепную растяжку. По этим искусственным сидинам его сразу можно узнать. Ну а тем временем на старте появляется Георг Шпетт. Шпетт вроде бы что-то такое обнадеживающее стал показывать в Оберсдорфе. Вроде форма улучшалась, хотя, конечно, на родном трамплине он хотел на чемпионате мира выступить гораздо лучше. Смотрите, какой скоростной разгон, связанный в значительной степени, конечно, с ростовесовыми характеристиками знаменитого немецкого спортсмена. Но дистанции нет, увы. И опять, опять вот этот вот старомодный стиль все-таки. Такое стоящее положение тела в пространстве. Потом вроде бы стал потихоньку переходить вперед, но все равно большой разрыв между лыжами и корпусом. В результате какая-то надежда попасть в тридцатку, но и все, собственно говоря. Никаких призов для Шпета сегодня не будет. Это уж сто процентов. Дайки и то. И то не очень хорошо себя чувствует в последнее время. В прошлом старте был только сорок третьем. За человека, который покорял рекорды трамплинов не так давно. Это, конечно, слабо. Вот посмотрите, здесь был достаточно аэродинамичный стиль прыжка, при том, что разгон был так себе, учитывая, конечно, что он не крупный спортсмен. Но даже если это учесть, все равно медленный и достаточно разгон. И тем не менее, он выжил из этого разгона все, что смог. За 110 перелетел все-таки. Но на уровень 2005 года пока не возвращается. А в тридцатке, скорее всего, будет. Согласитесь, что с годами Юси и Мати становятся все более и более похожи друг на друга. Мы видели Мати, готовящегося к своей попытке. Его старший брат занимает по-прежнему очень высокое второе место и без всяких проблем преодолевает квалификационный барьер. Я думаю, Михаил Урман. Вот прыжок. Пока где-то в районе, правда, 122 премиальных очков за... Нет, 123.5, 123.5. Он перелетел все-таки капоинт на полметра. Активный стиль, очень хорошее расположение тела относительно лыж. Очень мало лишних движений. При том, что ветерок слегка боковой. И он выходит в лидеры, опережая Бюстоля, во-первых, и по дистанции, а во-вторых, зачетные оценки практически такие же, как у Ларса. Нарияки касает. За каждым стартом наблюдаем, как за прощальным. Может быть, он еще и посоревнуется. И как хотелось бы, чтобы посоревновался. И чтобы вышел на что-то подобное в своей форме. Как он обычно разгоняется перед чемпионатами мира. Вспомните хотя бы, что... Перед Вальде Феми он тоже сильно буксовал, а в итоге собрал внушительнейшую коллекцию из одной командной и двух личных медалей. Правда, это был огромный прорыв, который сменился в следующем чемпионатовском цикле. И в 2005 году достаточно скромными результатами. Но затем у себя на Кура-Яме он замкнул тройку сильнейших на большом трамплине. И снова все заговорили о том, что это человек без возраста. 35 лет с лишним ему сейчас. И изредка он все-таки выстреливает. И в этом сезоне он тоже попадал и в двадцатку, и неоднократно в 15 сильнейших. Но старт сезона был более резвый, чем то, что он демонстрирует сейчас. Мануэль Феттнер. Неплохой разгон и в принципе неплохо поборолся. Вы видели там. Был такой решающий момент, решающая некая точка, после которой практически определялось, будет 123 или 103. Но за счет того, что он там в этой точке удержался, получилось, что дотянул до красной черты. Хорошая, хорошая техника приземления. 18 баллов. Ровные 18 баллов. 17,5 нет. Это Корнилов. Что-нибудь скажет нам интересное? Ничего не сказал. Васильев вообще пребывает в каком-то отключенном от всего состоянии. Его провоцируют. Провоцируют всегда на улыбку. И Дмитрию трудно удержаться, конечно. Но, собственно, это всегда, конечно, очень позитивно. Что он не хмурый, что он улыбается. Побывав дома, зарядился нужной энергией. И надеемся, что в основных соревнованиях будут, ребят, хорошие результаты. Корнилов лучшим из наших квалифаев оказался. Заняв пятое место, поделив его с Яной Хапунаном. Хаппо только что был победителем этапа Кубка. Поэтому соседство, как вы сами понимаете, очень даже. Васильев был 12-й, тоже очень неплохо. За 120 прыжок. Так что, в принципе, в хорошей форме оба. Ну, а тем временем Лепесто ждет прыжка Камела Штоха. Ждет-пождет. Штоха пока держит. Чемпион Польши. Правда, в отсутствии Малыша все время. Замечаем мы. Ну, вот пошел. Высоковатый подпрыг. И тоже не сумел все-таки подать себя целиком вперед. 110 с небольшим. Ну, в принципе, это где-то рядом с десяткой на данный момент. Поляк из Заба пока еще подождет. Кстати, как правильно-то, собственно говоря, его городок произносится. Заб или жаб, как пишется. С птичкой или без коны. Не очень хорошее настроение у обладателя мирового рекорда. Но, в принципе, Руморен, по идее, должен... Он хорошо очень знает этот трамплин. Не только в силу географии, но и в силу того, что очень-очень много проводится здесь разнообразных сборов. 122 с половиной. Был сегодня прыжок квалификации Лазарони. В последнее время очень неплохие квалификационные прыжки на всех трамплинах. Включая и гигантский Моберсдорфе, как вы помните. Ну, и, в принципе, тоже вполне нормально. Причем, обратите внимание, что он в какой-то степени любимый с аудиторией. Малыш с совершенно прозрачным фильтром маска у него вечереет. И нет смысла, естественно, с третьим фактором надевать оптику. Лазарони четвертый из 26-ти вполне вероятно и вероятнее всего даже окажется в основных соревнованиях. Андрес Кютель, солнечный мальчик, несмотря на то, что мальчик уже за 30, но солнечность от этого не уменьшилась ни в коей мере. Роберт Кранец. Очень надеемся на то, что Роберт сумеет пробиться, ну, хотя бы в десятку планица или в шестерку сильнейших. В принципе, на мощных трамплинах он чувствует обычно себя очень и очень уверенно, но вот здесь этого подтверждения мы не получили. Крыжок, прямо скажем, посредственный. Но учитывая, что он в квалификации проиграл и Дамиану, и Петерке из своих соотечественников, чувствовалось, что не родной для него трамплин. Не родной не только в смысле географии, а в смысле неудобного стола отрыва. Размещается двенадцатым, и это достаточно зыбкая позиция, то есть, скорее всего, Роб даже и не попадает в следующий круг соревнований. Ну и по-прежнему остается лидером общего зачета этот молодой финский человек, выигравший первый этап на своем родном трамплине. Мануша Даль. Мощное очень отталкивание, но опять же, все-таки вот этот столб, конфигурация этого стола отрыва предполагает акцентированную подачу веса вперед. Большую, с большим акцентом, нежели у него здесь получилось. Вот пружинистость была. В принципе, он должен быть в тридцатке, конечно, но за призы он не борется. Да, конечно, он будет в тридцатке. 116 метров, неплохие баллы, в десятки сильнейших он. Все равно среди сильнейших, я думаю, 5-6 человек наверняка ведь испекут какой-то скомканный блин. Матиха у Томяки. Брат уже там. В основных соревнованиях делит четвертую позицию на данный момент на зароне. Пошел экс-рекордсмен мира. В принципе, в двадцатку попадает регулярно, но первая попытка как-то у него не идет в последнее время. По меркам массы не очень, но по меркам сегодняшнего турнира, сегодняшнего уровня результатов, в принципе, все достаточно недурно. Очень дисциплинированная техника, этим он всегда славился. За счет этого, собственно, на гигантских трамплинах показывает такой уровень. Матти в течение длительного времени может сохранять стабильность полета, что как раз специалистам его профиля и свойственно. Но как интересно. Лазарони. Один Хаутомяки и второй Хаутомяки. Но не к добру, не к добру Дамиан до такой степени распоясывался, как говорится. Мартин Шмидт рядом с тройкой финишировал. И был в этой тройке после первой попытки в Коапео, но не получается две попытки подряд у Мартина. Что ты будешь делать? Здесь не получилось первое. Настолько катастрофически не получилось, что Шмидт вылетает гарантированно из следующего круга соревнования. А ведь неплохо квалифицировался. Был на отметке 123,5, нет, даже 125,5 метров. Финишировал восьмым среди несеянных. Ну, опять же, вот вторая попытка, не совсем подряд, но тем не менее через короткий промежуток времени. И снова нестабильность становится бичом Мартина. Знаменитейшего Мартина. 30 из 50 завершили соревнования за право попасть в большой финал. Мануэль Феттнер довольно неожиданно, согласитесь, лидирует. К счастью местных болельщиков, их земля Кларс Бюстоль идет к третьим. И с его попаданием в основные соревнования тоже никаких проблем не существует. Ну и сейчас буквально после вот этой технической паузы и прыжка прокладчика, вот он сейчас сделан как раз, выйдет на старт Денис Корнилов, у которого очень неплохой результат в квале. И надеемся, что он будет постабильнее Мартина, который сейчас, отпрыгав к квалификации достойно, как пробкой из шампанского, к сожалению, вылетел из дальнейших соревнований, преодолев лишь сотню метров. У Корнилова было 126 квалификаций, доминирующий балл 18. Собственно, одна низшая оценка не попала даже в зачет. Так что он выглядел вполне претендентом на 10 первых мест, по крайней мере. 10, 15, не дали. Тут серьезный у него, конечно, фильтр, но надеемся, что, по крайней мере, рельеф дает видеть такое тонирование. Хорошее было отталкивание по мощности, но, к сожалению, не туда направленное. Вот снова пристрелка, все-таки прицел сбился, так скажем. У Нижегородца, и, к сожалению, составляет сейчас Денис компанию Рослякову. Правда, закрепится, конечно, на более высоком месте по итогам соревнований. Ну, давайте посмотрим, все-таки, какова дистанция. 113 метров, 14-я позиция, 20 человек еще, но, может, даже и в финал попадет, если кто-то спасует и сильнейший. Грегор Шривенсауэр, свежеиспеченный рекордсмен этого трамплина, 143 метра. Артур Паури на старте. Вернер Ратмайер работает с ним и работает отнюдь не бесплодотворно, потому что в двадцатке сейчас идет, никогда этого еще не добивался. Собственно, второй регулярный сезон у него. Классный прыжок совершенно. Очень выверенный, очень хорошее приземление. Никаких претензий. 124 метра – это лучший прыжок на данный момент. Очень был собранен. И даже несколько, вот знаете, что-то такое на лице было написано, действительно, экстремальное, как обычно у мастеров Бигаэра. Но не таких, которые прыгают, как говорится, между двумя затяжками, а которые действительно по-спортивному к этому подходят. Новый лидер у нас. И опять же достаточно неожиданный Паули Феттнер. Как вам нравится эта парочка? Кто бы мог предположить? Дмитрий Васильев. Нужно уверенно прыгнуть. Или он, или никто. Корнилос достаточно далеко. Немножко нестабильное отталкивание. И, к сожалению, еще одна неудача. Нужно, опять же, влиться, вработаться. Все-таки конфигурация трамплина нашего, Нижнетагильского. Это несколько переключило, наверное, какие-то тумблеры в спортсменах. Ну, может быть, несколько, конечно, и расслабились. 25-я позиция на данный момент не дает Надежды Дмитрию продолжить соревнования. Обидно. Смотрим, что покажет Роман Куделка. Конечно, вот эти вот, обратили вы внимание, да, Как выглядят портреты спортсменов на этом титре. Реже, что называется, по-живому. Отрезают куски головы, куски прически. Из-за этого они совершенно не похожи на себя в большинстве своем. Но какой же агрессивный, отчаянный стиль у Романа Куделки. Кажется, что вот, ну, если человек до такой степени рискует, До такой степени, как говорится, сломя голову бросается вперед, То уж как-нибудь должен выиграть. Но не только из-за этого состоят прыжки на лыжах с трамплина. Обратите внимание, как долго вибрировала лыжа в полете. Это неудача. И, скорее всего, это остановка в развитии Подвижений по сегодняшней турнирной лестнице. Мы с вами где? В Закопаде, вообще говоря, или в Лилихамере? Такое ощущение, что все-таки первый вариант верный. Мартин Кох. Вторая позиция в квалификации. Правда, просвет между ним и Малышем был достаточно заметный. Но сейчас в очень хорошей форме Мартин. Опа! Ветер сбил. Я думаю, что это не в технике отталкивания было дело. Немножко прибил его ветер в верхней точке. Смотрите, как он мощно выходил. Усилие, да, атлетичный спортсмен. Очень крупный, атлетичный. Но пришлось потом дорабатывать корпусом, руками, ловить себя. И рассыпалась попытка. К сожалению, не вышла на тот уровень, который демонстрировал в квале. Хотя в финале должен быть. Адам Малыш через одного все-таки. Тут путают режиссеры, мне кажется. Просто действительно наиболее красочно оформлена торсида Адама Малыша. Банклуб. Но давайте еще все-таки подождем. Нойме нормально. Только вот здесь очень далеко линия падения. Поэтому даже уже на излете, на исходе, на потере скорости, все-таки нужно быть поаккуратнее. Чуть-чуть не долетел он до Капоинта. Ну и затем там на выкате потерял равновесие. Вы видели, встретились лыжи. Но не ударились сильно. Друг о дружку. И Ноймайер устоял. Не испугав, не успев. Испугать никого. Ну и оценки, в принципе, как раз достойные такого прыжка. Вот вы видите, что Аханен с нами. А то, когда он пропускает квалификацию, всегда немножко тревожно. А это те, кто его тоже, кстати говоря, любит и поддерживает. Потому что, когда Аханен приезжает в Польшу, он чувствует себя. Он много раз рассказывал, как дома. Он очень популярен там. У него с удовольствием берут автографы, с удовольствием берет местная пресса и интервью. Ярный Давиан страшные рожи корчил нам минут 5-7 назад. И выглядел совершенно в нерабочем состоянии. Смотрим, что получается с прыжком. Один из самых медленных разгонов был этот. Вообще, конечно, колоссальное нисхождение. Еще в Веллингене он был, казалось бы, на пике. А потом два неудачнейших старта в копию. Два сороковых места. И непопадание даже в финальную попытку. Поначалу Давиан, ну, во-первых, был сильнейшим из славянцев. Он и таковым остается и по сей день. В общем, в зачете Кубка мира 14-м идет. Он показал, что пополоскался в воздухе. Но, с другой стороны, опять же, что, вешается, что ли, если с формой не все в порядке? У Давиана абсолютно правильный подход к жизни в стратегическом плане. Адам Малыш. В прошлом году, в его победном очередном году, на этом трамплине он праздновал победу. Это его стол отрыва. Это его трамплино. Здесь всегда очень техничен. Посмотрите, какой прыжок! Блестяще! Победитель квалификации в этом году. Вы видите, что у них специальные маечки во время соревнований. Ну и, собственно говоря, призровые денежки тоже. Хотя, конечно, Малыш достаточно уже создал себе достаточно хороший задел финансовый за прошлые годы. Но не помешает, по крайней мере, в этом сезоне, который, в принципе, не идеально идет. Ну как же так? Ни один девятнадцать не поставил Малыш. Обычно все-таки ставят всегда девятнадцать. Хотя бы один-два, суди. Но, тем не менее, в десятке сильнейших он должен быть, как минимум. Будут ли супер-прыжки сегодня? Квалификация наводит на эту посылку. Парни Кофра. Отличный разгон. И туда же примерно куда и Малыш. Чуть-чуть ближе, по-моему, все-таки приземляется Кофи. Принципированные результаты демонстрируют в последнее время. Веллингене занял шестое место. Десятым был в первом, включив Копио. Двенадцатым во второй. Идет вполне конкурентно способно в следующую попытку. Для того, чтобы сражаться за места в десятке сильнейших. Большего, собственно говоря, от Кофи и не требуют. Яна Хаппоне. Первый и пятый на предыдущих двух стартах северного турне. На своем родном трамплине, это вы тоже учтите. Красную майку этого молодого человека никто уже не отберет, как вы помните. И победа состоялась еще до полетного чемпионата мира. И после этой победы как-то прежнего морга мы пока дожидаемся. Аханановская майка не опозорена. В том смысле, что он ее рисовал, эскиз ее он создавал. Прыжок был достойный, прыжок был за красную черту. И в принципе вполне соответствует тому уровню, который демонстрировал Яна Хаппоне во время квалификации. То есть все сейчас чуть ближе прыгают, чем у них это получилось в квале. И он замыкает пока тройку сильнейших. Ждем Руморена. Не улыбнулся он своим режиссерам, норвежским, которые достаточно пристально его проводили камерой. Надо выбираться. Надо выбираться наверх. После блестящего выступления в Веллингене. Достаточно разочаровывающий старт на чемпионате мира по полетам. Копио 8 и 10. Не предел мечтаний в принципе. Но вы слышите, какой ему прием организован. Как тут можно оскандалиться? Ни в коем случае. Мощная очень попытка. И он перелетает, по-моему, все же отметку Адама Малыша. Да. Он новый лидер. И попытка хороша, согласитесь. Одним движением. Не распадался на составляющий прыжок рекордсмена мира. И впечатал в снег он лыжи. Вегал и Коенковский празднуют эту промежуточную победу. Но он старается не расслабляться. Он старается держаться вот в этом ключе. Потому что он в блестящем состоянии и сейчас. Но, тем не менее, это только полдела. По своему уровню на данный момент вроде бы как идет на пьедестал почета. Вы видели пока, как там встряхивало напряжение с ног и рук Яны Ахуэнен. 48-й его стартовый номер. Но, тем временем, Симон Аман по своим меркам проваливается. Впереди любимейший его этап Кубка Мира в Холмин-Колине. Если там все будет нормально. Потому что, в принципе, пришла информация, что завтра, скорее всего, будет отменена квалификация. Может быть, все проведут так же в один день, как и здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Лишь 25-й Симон Аман. Это, конечно, крушение. Очень хороший шанс не попасть в основные соревнования вовсе. А с ним уж давно это не случалось. Когда же в последний раз в Бишевсхофене. в самом начале этого года. А не крутель. Тоже, в принципе, есть некий спад. Не все ладно в швейцарской сборной сейчас. Третьим десятки финишировав накануне. Он здесь и в основном все-таки нечто гораздо более интересное. И неунывающий молодой человек из Швейцарии без проблем квалифицируется. Без проблем получает кубковые зачетные очки. Какие конкретно? Ну, чуть-чуть подождем. И скоро узнаем. График выступления у Кютеля напоминает, в принципе, тот, который у следующего спортсмена, то есть у Ольга Гольдойцеля. Ну, вот вы видите, четвертая позиция. Очень хорошие и заслуженные оценки за стиль. У швейцарца, ну, а Томас Моргенштерн попытается все-таки финал сезона сделать достойным. Три победы подряд. Очередная серия оборвалась в Либеридзе, а после этого восьмой, пятый, двенадцатый, восьмой. Ну, что это для такого отличного прогуна, для досрочного обладателя большого фрустального глобуса. Просто спад, просто вымотанность, конечно. Вольган Гольдцель, в принципе, может быть полезен команде, но, опять же, попадет ли в ту заветную четверку на полетном чемпионате, он не попал в нее. На полетном этапе Кубка мира, который состоится в субботу, не пропустите этот командный финал, ну, а он будет в управлении двух классных стартов. Естественно, не в текущую субботу, в следующий. На следующей неделе финиширует гранд-финалом вообще Кубок зимний мира во всех своих видах и проявлениях. Будьте с нами. Девятнадцатая позиция у Львовицы. Нормально все. Нормально с точки зрения попадания в тридцатку, но с точки зрения привлечения внимания главного тренера к своей персоне. Бог знает, честно говоря. Тем временем, Якобсен. Местная суперзвезда, без всякого привлечения, Андрес Якобсен только что был третьим. Два старта назад. Огромное желание добиться хорошего результата. Чуть-чуть бы подиже была траектория и чуть-чуть побольше вперед, то где-нибудь на уровне лучшей была бы попытка. А так, чуть-чуть не долетел до красной черты. И, конечно, при такой заявке, при такой первой попытке попасть во вторую затруднительно. Тем не менее, в свои 23 года он уже набрал разнообразных достижений, чтобы ими гордиться. Например, второе место в общем зачете Кубка мира прошлого года и, конечно, победа турнеточных трамплинов. Томас Хильде все никак не доберется до призовой тройки, но, может быть, здесь, наконец, пора это сделать. Из знаменитого столичного клуба Аскер. Так, стоп. Хильде у нас следующий после Бардоля. Классный разгон, но в значительной степени объясняемый еще и физическими данными спортсмена. Все-таки у него ускорение свободного падения пуля прорисовывается. Хорошая, качественная попытка. Чуть-чуть не дотянул, конечно, до тех отметок, что хотелось бы. Метрика 4 бы еще набросить. Но и так идет в десятку сильней мишки, скорее всего. И вот теперь Том Хильде. Или нет? Чему показывает Ахана на нам? Нет, Хильде уже просто на старте. Ну, тут, естественно, у каждого есть свой фан-клуб. Абсолютно. Это очень популярный вид. Были моменты, когда был отток некий от трибун. Но сейчас, сейчас все обратно. И какая попытка! Только вы видели, куда его выволакивало. Там в радиусе. Желательно бы по центре, но он компенсировал воздействие ветра. 133 с половиной. Клуба-помрачительный прыжок Тома Хильде. Который не просто выводит его в лидеры, а просто убирает всех его соперников. Сверхсмелое отталкивание, уверенность в себе колоссальная. Ну и, естественно, при таком динамическом ударе чуть-чуть его повело в сторону, но все было под контролем. Судя по лицу спортсмена, он не был близок к падению. Ну и люди с надписями Эйнорги на транспарантах и флагах сейчас более чем довольны, потому что лидерство полностью принадлежит им. Хильде и Руморен владеют инициативой. Разрыв между старшим и младшим. Добрых 7 баллов с лишним, кстати говоря. Ну и сейчас Торсиде замирает. Победитель прошлого этапа в воздухе. Классная попытка должна быть. И она классная, но она недостаточно хороша для того, чтобы потеснить лучших. Хильде и Руморен, по крайней мере, вне досягаемости. Да и Малыш тоже останется на прежней позиции, как, наверное, Кофлер. То есть, скорее всего, Яны будет где-нибудь пятым-шестым. Вторая фаза прыжка была очень неплохой. И всегда решающая она быварой для судей. Поэтому они ставят высокие баллы. И он шестой, да. Ну хорошо подтянул свою форму после небольшой функциональной ямки. Яна Ахуна из десятки в последнее время не выпадает. Это очень важно, естественно, для общего зачета Кубка мира, где он должен финишировать в тройке сильнейших. И стабильность такова, что, скорее всего, все же должен быть там. Но согласитесь, что результат молодого норвежца тревожащий. Грегор Шлиренсауэр. Реконсвент Тарамплина. Только что на 143 был прыжок. И посмотрите, как будто человек вообще в другой совершенно легенон. Тем не менее, чуть-чуть все же ближе в этот раз, чем у Хильды был прыжок. Да, 132. Полтора метра он проиграл. Но обратите внимание, как отрабатывает на столе отрыва. Что Хильды, что Грегор Шлиренсауэр. Никакой скованности. Такое ощущение, что на автомате. Такое ощущение, что именно спрофилирован под них. Стол отрыва под спецзаказу сделан. Вторая позиция. 131,7 балла. Это 3,2 очка разницы между ним и Хильды. Борьба за первое место будет ожесточеннейшей. В принципе, я бы сказал, что не обязательно Хильды. Конечно, он местный фаворит. Это плюс. Но не обязательно все же он обладает изначальным большим преимуществом. Моргенштерн. Да, были и победы на этом трамплине, но сейчас опустошен Томас Моргенштерн. Побить абсолютный рекорд количества побед в одном сезоне. Что ему для этого нужно? 3,6,7,8,9,10. 10 побед к данному моменту. Маловато будет, потому что было и 12 в истории прыжков. И, собственно говоря, осталось помимо этого, в котором он уж точно не победит этапа. Осталось только три старта. И, честно говоря, в нынешних кондициях, в плане С, вряд ли он все-таки уйдет на первое место. Как рассказывал Морги, сначала он привыкал к тому, что постоянно где-то среди десяти сильнейших сейчас уже наступил тот период, когда он чувствует себя как должно, когда финиширует в числе пяти лучших. И это качественный рост. Говорит он, и вот это как раз наиболее приятное. То, что есть такая стабильность. Но, к сожалению, к концу сезона эти приятности обходят его стороной. Опять мы наблюдаем достаточно большой, как и в квалификации, разрыв между уровнем прыжков, скажем, первых. Ну, может быть, десяти и тех, кто пробился в тридцатку сильнейших. Денис Корнилов. Что называется, повезло ему и Жапарову. Миллиметраж прям-таки. Еще бы немножко оказались бы мимо финала. Как это произошло с Краницем, с Ашпетом, с Аманом. С Каса и какие имена. Ну, и, к сожалению, среди этих имен и Дмитрий Васильев. Но там не было вопросов, было ясно. К сожалению, что у Фимитс основные соревнования не проходят. Ну, что ж, надеемся, что Корнилов все-таки вспомнит свой уровень квалификационный и сумеет совершить рейд через 5-7 мест. Шмидт замыкающий. Просто кошмар какой-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!